45-градусный мороз, отсутствие навигации и нехватка еды. С такими испытаниями пришлось столкнуться экстремалам, которые решили покорить перевал Дятлова на собачьих упряжках. Вот это моя стая. С ними я пойду на перевал Дятлова. Барни, подождите, потихоньку. Уже стало солнце, а на улице не теплеет. Стартовали наконец. Идем по реке. Вот такая красота. Хай-о-о! Хоп-хоп-хоп-хоп! Я уже на ободах, уже на полу спущенных. А эти прыгают и прыгают. Вот у них энергия. Думаю, я когда не угадал, что я буду каюром. Ну, хоть и начинающим, конечно, таким ненастоящим. Но, тем не менее, у меня будет своя стая. Ну, что, всех приветствую на своем канале. Начинается очередная история моя, которую я себе не так часто могу позволить. Некоторым кажется, что я только и путешествую. На самом деле, путешествую я раз в полгода, потому что отпуск раз в полгода. Еду в пригород Екатеринбурга к своему товарищу Илье, который мне предоставляет собачью упряжку. И мы втроем, еще с Сергеем Улитиным из Перми, идем на перевал Дятлава. Для меня большая честь. Я даже мечтать об этом не мог, что когда-то я смогу сам пойти на упряжки. И не просто покататься там, просто покататься, как, естественно, у меня это было. А именно пойти в поход. Ну, о соревнованиях каких-то я даже не думаю, не мечтаю об этом. Но пойти в поход, в такое легендарное культовое место. Так что, я думаю, будет интересно. Ну, что, утро следующего дня я в Ревде, в городе Герои Ревда, в Свердловской области. Переночевал, отдохнул. И сейчас еду к Илье в Дегтярск. Рядом здесь находится город Легтярск, городок или поселок, я, честно говоря, не знаю, сам первый раз сюда еду. И первый раз увижу собачек, на которых я поеду, пойду. И сегодня у нас будет первая тренировка. Ну, все, значит, начинается. Готовимся к первой тренировке. Илья, Александр, вот, Александр, Илья, Илья мой подельник по путешествию. Александр, это его подельник по изданному спорту. Но они вместе, здесь, значит, у них, вместе, типа, питомник, да, у вас, как у вас питомник называется, Саша? Или вы еще пока не это, не придумали? Ну, в общем, они вместе, как совладельцы питомника, начинающие. Вот, сегодня Саша меня поведет на первую тренировку. Я на перевал пойду, получается, на его упряжки. Куда его цепляй? Ты врустился? Вот на короткие гаммы. Все серые, которые есть, это все твои. Вот, вот они, все стоят. Это, это прямо твои полины. Куда расправляете? Угу. Тут перекрест, тут перекрест. Соединяете. Сверху одеваете. Вторая спина. Там одну лапу. Вторую. Еще раз. Так проходит наша первая тренировка. Сперва мне поставил Саша на вторую нарту. Я пока присматриваюсь, слушаю, что он мне говорит. Давай, 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 давай. Так, а так свистеть умеет. Прошли примерно 15 километров. И куда мы пришли, а? Собаченцы. Пришли не просто в домик охотника, бар посреди леса. Устали. Тепло на улице. Поэтому немножко собаки подустали. Сейчас собачки отдохнут. Мы тоже чайку попьем. И? О, так тут нифига себе апарт-отель. Апартаменты. Апартаменты. Тут можно вообще банкет сделать. Тут очень тепло. Мы здесь частенько останавливаемся. Так это общий, да, такой? То, что любой может прийти? Такая красота. Идем, тренировка заканчивается уже. Вот туда, вдаль. Мы ходили. Километров 25 где-то уже прошли. А это вот будущая смена у Саши. Вот такая родились щенята. Вот такое молодое поколение. Вот он, медвежонок. В следующий раз на перевал дятла упадем. Уже такая будет молодая поросль. Что первый день окончил. Сегодня, как говорится, как спортсмены говорится, были втягивающие сборы. Вот. Прошли мы связки с Александром. Александр это напарник Ильи. Они вместе держат, ну, у них такой своеобразный питомник свой есть. И Саша сегодня со мной занимался. Мы на моей, на его, на моей в кавычках, упряжки, на которой я пойду. Вместе прошли 32 где-то 33 километра. Под нагрузкой собаки под хорошие пошли. То есть с моим, с его весом. Еще мы вещи с собой брали. У нас порядка 250 килограмм было. Собачки достойно выдержали. Просто сегодня тепло очень. 0 плюс 1. Жарковато им немножко было. Но тем не менее. Все, сейчас еду отдыхать. Встречаться с друзьями. Завтра у нас будет еще одна тренировка. Запланировано, по крайней мере. И послезавтра мы уже будем собираться. Ну что, сегодня следующий день. 6 февраля. Утром должны были пойти еще на тренировку на одну. Но с погодой вот что творится. Поэтому сегодня никуда не пошли. Собираемся без тренировки. Вот нарты, на которых мы пойдем. Сейчас подъедет Илья. Кое-что по нартам нужно будет сделать. И будем собираться. Прицеп, на котором мы собак повезем. В него будет установлено 2 больших ящика. И в общем, сегодня в ночь собираемся ехать, выезжать на север. Но прикол еще в том, что погода, вот сейчас идет снег. Дождем нулевая температура, а к утру будет минус 20. Так что у нас сегодня намечается веселая дорога. Ну, все по-нашему, как мы любим. Жди ищем легких путей. Сейчас начали проверять прицеп. Прицеп в другой машине цепляем нормально. Габариты горят. У меня вибрации пока не видела, пока сюда доехал. Здесь открутились болты. Вот этот конитель сама болталась, кронштейн. И, видать, где-то перетерся провод. Работает только левый поворотник из стопы. Нам надо хотя бы, чтобы у нас габариты горели. Сейчас еще уже начинает темнеть. Сейчас еще, короче, вот этот геморрой прибавился. Купили такую, какая была в магазине самую дешевую. Не самую дешевую, которая была единственная. Вот она такая, салуминовая. Главное, что сейчас изоленту еще мотну сверху и приключу. И будем прицеп уже прицеплять. А это вот не металл, это пластик такой, да? Да, это пластик ПМД. Это то, что делают низ пластиковых лыж, получается, скользящая часть. Здесь тоже она использована. Здесь, я смотрю, гладкий прям. Да. А ты эти сани не пробовал? Никуда мы ее... Нам их вчера я увозил, обработали в спортшколе. А, ну ты говорил. То есть у нас еще, как лыжникам, нам натерли их, да? Более того, нам еще и ускорителями их обработали. Вообще и понесемся. Продолжаем сборы. Приехали забирать ящик. Ребята, вот местные здесь дают нам еще под собак. И у нас будет одна половина, один ящик, который у Ильи есть. Вторая половина ящика, который мы сейчас заберем. Тут местная катапейка. Пися. Пися. Ну, в общем, готовились, готовились, собирались мы, собирались. В итоге у нас выезд откладывается на день. Завтра поедем. В общем, все, как обычно бывает. Все по-нашему. Шок это по-нашему. Ящик у нас оказался на 10 сантиметров шире прицепа. И так как у нас собак много, одна будка у нас для собак нормальная, прицеп входит. Вторая, ну там, кто-то кого-то недопонял. Прицеп такой, ящик такой. В итоге поехали ящик забирать. Ящик на 10 сантиметров будка. Это на 10 сантиметров больше, шире прицепа. Так как время уже 11-й час. У нас как бы два варианта. Или найти другой прицеп завтра. Или этот ящик нам там, кто люди дают, они разрешили его переделать. Но просто так будку эту. Сейчас вот время уже 11-й час. Помимо того, что надо, в принципе, собираться еще. Поэтому принято было решение до утра отложить. Утром хоть светло будет. Не знаю, сейчас Илья там с Сашей думают. Или ящик, или прицеп. Если что, я готов съездить за прицепом. Даже в Екатеринбурге взять прицеп в прокат. Ну, в общем, прицеп с ящиком не коннектится. Сейчас в итоге мы решили, с утра парни Илюха там с Сашей позвонили. Звонят в Екатеринбург. Сейчас пробивают. Автопрокат прицепом. Сейчас я забираю Сашу, и мы едем в Екатеринбург. Время уже пол первого. Возвращаясь с Екатеринбурга, взял прицеп на прокат. Еду обратно в Дегтярск. Будем грузиться и выезжать. Ну что, дело пошло. Прицеп пригнал. Сейчас мы одну будку для собак забрали. Сейчас вторую будку. Сейчас их закрепляем там. И вот так вот будет наш выгодный карто-поезд. На рейлингах будут нарты стоять. Здесь у нас две будут будки. Одна будка у нас в передней части. Там дверцы. Вторая будка здесь. Все грузимся. Вот такие красавцы у нас. Такие красавцы у нас. Вот такие красавцы у нас. Переванья России. Ой, молодец. Молодец, мальчик. Ну все, мы отправляемся. Все готово. Илья, готов? Готов. Поехали. Прицеп тяжелый получился. Прикинули, сколько у нас груза. Получилось, что у нас прицепы около тонны. Да? Сколько, Маля? Сейчас тонну посчитали. У нас по собакам только получается порядка 500 килограмм. 200 килограмм мяса и рыбы. И будки где-то 150. И будки где-то 150 килограмм. 950 где-то получается. Да. Ну и машина так прилично тоже загруженная. Ну, машина-то ладно, но прицеп, так чувствую, парусит. Он еще широкий. Поэтому едем. Сильно не гоним так. 70-80, не больше. Расход повышенный. Солярки. Так что все по плану. На улице минус 17 и шквалистый ветер. Скоро где-то километров через 100 должны уже с Сергеем встретиться. Через 400 минут поздравитесь, затем держитесь в плане. Серега, братан, здорово! Соскучился, что-то давно не звонил. Что, снимаешь что ли? Да, ты же снимаешь. Так, собачки не заснули еще. Да нет, вроде нормально. Фига, у тебя крылья какие серьезные. Осмотр, превизия. Как наши сани держатся. Все нормально, все нормально, все нормально, все моргает, все светится. Собачки наши там. Пацаны, как вы там? Молчат. Ребята говорят, что они когда в дороге, они обычно спят. Укачивает их. Поспали, немножко выглядели. Время 7 утра. Сейчас, маленько, выглядели собак. План такой. Съедем в МЧС, регистрируемся. Потом едем в магазин, там покупаем, что нам надо. И, в сторону, движая, двигаемся уже к месту старта. Молевая кухня. Да. Илюха нас чаем, кухен поет. Да, все, в этом. Кухен поет. Диспытано ноу-хау. Сейчас попьем кофе ку и двигаем дальше. Лороз крепчает, уже 25. Ночь тридцатник обещает. Все, переехали уже. Сейчас мы куда-то с Сырделя, уже едем, бежать, да? По зимнику едем уже. Сейчас дорога такая, как стиральная доска, узкоколейка. Едем потихоньку. По рации друг друга дублируем. Рации в классе. Что пройдет? Шапка, шапка. Кто-кто? Кто у нас с Сырделя? Побежал. Илюха дверь открывал, закрывал. Поехали. И шапка там повисла где-то на пороге и слетела. Хорошо, вот рация есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы уже на подъезде Приехали в деревню Ушма И вот такие указатели стоят Я вот увидел Плюшку нет здесь вокруг вот такой Как-то все ядерно сжал Это просто элементарно Пожары здесь были очень сильные Говорят, что деревня тоже погорела Ну и самое, конечно, кладбище Здесь находится такое, запущенное, заросшее Пушкаем весь шмурдяк вниз Это домик, баня на втором этаже мы будем ночевать Внизу будем париться Илюха чистит вдоль забора Здесь будет наша стая А Серега там на льду своих разместил А это река Лозьвов По ним мы пойдем в ту сторону перевала Дятлова Вот они Якутиатры Ты меня кусаешь Я гладить вас сюда, вы кусаете Меня Вот хорошие Вот хорошие Вот хорошие Вот девочка хорошая Ой, ласковая Вот это самое хорошее Маламутика Все, 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 все залюбила 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 Вот они Якутские лайки Они вот такие Они хорошие, рабочие В хорошем смысле Ну как на мой дилетантский взгляд Сколько я со стороны их наблюдаю И за другими тоже Но они агрессивные немножко Немножко такие диковатые Для ездовых собак Я не считаю, что это Очень хорошо Ну как есть, так есть Что у них других Много хороших качеств Парни Парни Подождите Потихоньку Потихоньку Право 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 Парни Право 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 идем Право Молодцы Молодцы Моя стая Это Алтай Ну я их всех по именам не помню Но это моя стая С ними я пойду На перевал Дятлов Мы долго готовились Перенервничали Устали Спасибо, Саш, тебе Что дал свою пряжку Думаю, я когда не угадал Я буду Каюром Ну хоть и начинающим Конечно Таким Ненастоящим Но Тем не менее У меня будет своя стая Таких вот красавцев Спортивные Издовые Хаски Илья готовит Наконец-то Наша братва Дождалась Ужина Пока мы Судо-дела Здесь располагались Хозяйственными делами Занимались Вот Собачки Дождались Ужина Порубили Мясо Кушают Ну что Все Мы немножко Так и расположились Собак Собак накормили И вот Такой у нас Апарт-отель Ну что парни Как вы Нормуль? Лучше чем В любом Лучше чем на улице Все уже темнело Сейчас идем в баню Готовим кушать Из хорошего Что у нас все Все собачки Чувствуют себя отлично Все мы расположились Пока все более-менее По плану Из плохого Пока непонятно По заброске на снегоходы Который Человек нам Обещал Заброску сделать Продукты Наши Харчи Там для собак Наши Пока на связь не выходит Здесь На базе Не живут Ухтовики Геологи Местные тут ребята В общем Такая атмосфера Здесь Короче не в курсе Но Так как у нас завтра День Целый Мы думаю Что не прояснится Сильно не переживаем Еще есть плохого Что давит мороз Сегодня уже Днем Сейчас было 33-34 градуса Сколько будет ночью Неизвестно Так а вот что Пожары здесь были В 10-11 году И все позгорало Да? Зависть Пошел Вот сегодня Встали И вот такая Температура Вот Если видно Сегодня собачкам Двойное питание Печень Подогреваем Чтоб собачкам Было Полегче есть Ну все Сейчас Стартуем Честно говоря Мандраж Субтитры сделал DimaTorzok